Всем привет! Салюта Уго! Сегодня я вас научу цветам на французском языке. Я не как всем вас научу, потому что есть очень сложные правила. Я просто вас научу цветам и самые логкие правила. Пойдем. Цвет на французском языке говорится «ла кулер», «ла кулер», это просто «ла кулер». Тогда этот цвет на французском языке будет «нуар», или «ла кулер нвар». И видите «нуар» без «э», но «ла кулер нвар» с «э». Почему? Потому что кулер принадлежит, как сказать, женскому роду. «ла кулер нвар». «нуар» с женским родом, так пишется «н-о-и-р-э», в множественном, как в мужском множественном «н-о-и-р-э-с», и в женском множественном «н-о-и-р-э-с». Это сложно, это французский язык, это не из-за меня, это просто так, работай. Потом есть «гри», «гри» работает как «нуар» с женским и мужским родами. Это просто «гри», «гри» в множественном мужском, потому что не можно добавить «эс» после этого «эс». Это было бы как «гриц», но нет, нет, не можно, нельзя. «гриль» — в единственном женском смене, «гри» в множественном «н-мужком», в «мужком», простите, и «квире» — в женском-ножественном. Потом есть цвет Blanc, la couleur Blanche, да, это исключение. Blanc, как в единственном числе Blanc, но с женским родом Blanche, Blanche, C-H-E в конце, Blanche. В единственном мужском Blanc, C-S, Blanc, и в единственном женском Blanche, C-H-E-S, да, долгое окончание, Blanche, C-H-E-S. Потом есть роз, роз, роз это также, у нас роз также цвет, как цвет не цвет это, но цвет это. Ла роз, это название этого цвета, ла роз. И этот цвет, этот цвет так работает, в единственном мужском роз, в единственном женском роз также. И в единственном или мужском, или женском это всегда будет роз так написано. Потом есть, да, violet, le violet, или la couleur violet, да, сложно. Violet, violet в единственном мужском, в женском единственном violet, violet. Видите, это violet, потому что потом нет звука, violet, но так как в женском... Блин, звук, звук, странный звук, но так как в женском единственном есть буква после звука. E, E читается E, violet, la couleur violet. И в множественном мужском есть violet, DS, и в женском множественном violet, да. Потом есть цвет blue. У нас нет синий или голубой, синего или голубого, есть просто blue. Я объясню, как сказать светлий или чёмный потом, но сейчас нет всего этого. Blue. Blue в единственном мужском, и в единственном женском это будет blue с E в конце. И в множественном есть blue. И в множественном есть blue, с S, и как в мужском, и в женском ES, blue. Потом есть верх. 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 Не сложно, верх. В мужском, женском, верх. Верх. И в множественном. В мужском, верх. Верх. И в женском верх. Верх. Потом жен. Жун. Жун. Это вот такой цвет. И будет жун в единственном мужском, также в женском, единственном, жун. И в множественном всегда будет жун, так написано, с S в окончании. Потом есть orange. Оранж. 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 Вот. Такой цвет. Это так, так также называется фрукт. Л'оранж. Это une orange. Женский рот. Une orange. Оранж пишется одинаково в единственном, несмотря на рот. И в множественном также, несмотря на рот, просто с S в окончании. Оранж. Так написано. Потом есть цвет rouge. Rouge работает как orange. Тогда единственном всегда rouge так. И в множественном всегда rouge так. Можно называть rouge красное вино. Если вы не хотите сказать le vin rouge, то говорите le rouge. Je bois du rouge. И также с желтым вином. Но мы говорим как белым вином. Желтым, не желтым. Желтым вином. Но мы говорим le blanc. Потому что он желтый, но мы говорим, что оно белое, а не желтое. Тогда можно сказать le blanc или le rouge. Или le rose. Le rose. Le rose. А не le rose. Le rose. Да, rouge. Я все сказал уже. И потом есть marun. Marun. Коричневый. Marun. Marun не изменяется, смотря на рот. Почему? Потому что это слово происходит от фрукта. И да, это сложные правила, которые я объясню и объясню в другом видео. Потому что это видео как... Я снимаю это видео для начинающих. Если они видите такие сложные правила, это будет как плохо для них. Да, теперь пойдем с светлый и темный. Пойдем. Светлый на французском языке будет clair и францей будет темный. Темный будет clair. Это просто грустно. Они изменяются только когда они после существительного без цвета. Смотрите. Le ciel clair. Да. Плохой пример. Не знаю. L'armoire clair. Как светлый шкаф. Это странно, но можно сказать L'armoire clair. И clair изменяется, смотря на рот. Шкаф. Вы не видите шкаф, но он там. Шкаф. Л'armoire clair. Добавим E в конце. Потому что шкаф на французском языке принадлежит женскому роду. Клях. И в французском также добавим E в конце. А потом в ножественном S или ES смотря на рот. Но когда вы хотите сказать как светлый синий или светло-синий. Нет. Не-не-не-не. Ничего не изменяется. Даже если вы хотите сказать L'armoire bleu clair. Bleu clair так пишется. Ничего не меняется. L'armoire bleu clair. L'armoire bleu clair. Л'armoire bleu clair. И это не меняется еще раз, смотря на рот. Это не меняется. Bleu clair. Не bleu clair. Bleu clair. Не-не-не-не. Не так говорите. Пожалуйста. Un armoire bleu clair. И... Ну да. Это все для правил. Для правил сегодня. Потому что есть другие правила. Правила. Об цветах. Но... О цветах. Но они сложные. И пока что это уже много. Это... Учиться. Этому учиться. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если у вас есть вопросы, вы можете меня спрашивать в комментариях. Я вас отвечу. Подписывайтесь. И salut. Пока.